И вот эта серия писем и самая главная история с тем, как он сходит с ума, то есть вот этот вот важный момент, который многие используют как критику Ницше, но все говорят, ну а что такое Ницше? Чувак с ума сошел и провел последние 11 лет в психиатрической речебнеце. Я тебе скажу, что я как-то на телевидении принимал участие в споре с действительно знаковыми философами, да, как раз... Тем же? В России есть знаковые философы? С кафедры философии МГУ. А, ну окей. Ну, я бы не сказал, что там есть знаковые философы, но хорошие академические специалисты там точно есть. Не вообще говоря, я говорю, что Ницше это болезнь для этих вшивых интеллигентов, что он только вот это увлечение интеллигентской прослойки, ничего интересного в нем нет, я почти цитирую. Ну, правда, мой оппонент был большой поклонник Маркса, это другой вопрос. Ну, вообще, по факту, приветствую, Янкел, следует заметить, что действительно людей, вот, большое количество людей, которые действительно в академических кругах обитают, Ницше они особо не любят. Ну, не разбираются особо, не любят, им Ницше особо не интересен. То есть, то, насколько Ницше популярен у, соответственно, обывателей, да, ну и там у интеллигентов иногда, настолько же Ницше не популярен среди, собственно, представителей академической философии. Действительно, найти хорошего специалиста по Ницше, это просто, ну, охуеть, как сложно. На весь СПБГУ, по-моему, был только один нормальный, в общем-то, специалист по Ницше, который действительно хоть как-то мог его трактовать. И это не я, вообще-то, это не я, даже близко не я. Вот. Это, собственно, как же его фамилия-то было? Грекалов, причём младший Грекалов, к сожалению, погибший, но вот, ну вот, ну вот, действительно сила, как бы, да, действительно специалист по Ницше, хороший. Вот, которого действительно можно по Ницше послушать и, как бы, не наебаться. Световид не было его там в тот момент. То есть, в этом плане, если вы думаете, что вы на философском факультете, соответственно, будете изучать Ницше, вот, да вам Ницше понравился, и вы думаете, что вы будете там изучать, вот, скорее всего, вообще нет. Скорее всего, вообще нет. Скорее всего, вообще нет. Вот. И это действительно, блин, это максимально парадоксально, потому что, вроде бы, один из самых распиаренных философов, не просто самых распиаренных один из самых влиятельных распиаренных философов кстати повлиявший очень сильно на философию но в россии вы очень мало специалистов по нише достойных найдете и кстати серьезно цветовито он хороший специалист по нише но лучше меня по крайней мере но я вам по своему опыту прощения нише просто скажу что я же вполне мог бы преподавать нише в университете и если бы он преподавал это было бы вполне нормально это было бы хорошо университетом не хватает таких специалистов как ежи но вот по нише конкретно все специалисты по нише обычно по помойкам разбегаются соответственно бухают и сходят сумма в дурках простите вот 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 в этом действительно проблема а нише это влиятельнейший мыслитель своего времени влиятель ниши он повлиял на постмодернизм то есть континентальная философия от него очень много забрала их айда на хайдеггера повлиял у нас дохуя специалистов по хайдеггер он очень плохо со специалистами по нише парадокс друзья дала этим с этим на вот это видео хотите продление здесь всего полчаса как я помню вот а видео хорошие пока удивительно возбуждает немного не сходится ребята поэтому если ты являешься поклонником маркса гиги гиги да не но это просто действительно распространенная чепуха на философских факультетах нише плюс-минус даже у студентов сам за шкваром считается ну то есть вы опять же посмотрите чё лемон про нише говорит как он там над ним насмехается как собственно васил над нише насмехается на самом деле маргинал и так далее так далее так далее то есть но на самом деле нише для многих является такой фигурой для высмеивания по большей части не более того потому что философы угорают там по канту угорают иногда по гегелю иногда угорают по собственно хайдеггеру иногда угорают по аналитическим философам и все это преимущественно но не считая хайдеггера мимо нише проходит то что нише но критиковал всех из вышеперечисленных мыслителей по аристотелю по платону угорают очень часто тоже они всех критиковал ну и нише получается такой оппонент у которого при этом вот не было изложено ну какой-то мега крутой критики конечно не было изложено к это мега крутой критики и в этом конечно тоже проблема то есть нише действительно мог бы потратить больше времени на ознакомление с платоном аристотелем кантом действительно мог бы потратить больше времени на контур аргументацию да то есть позиции нише интуитивно мне например очень близки но я поддерживаю позицию согласно которой нише плохо в аргументации более того исторические представления нише о том что было в древней греции довольно слабые то есть мимо я могу его поддержать с тем что например сократ это определенный упадок причем ну в каком смысле упадок да но то как нише это преподносит на мой взгляд все-таки категорически неправильно мне кажется у нише много хороших интуиции правильных интересных интуиции которые следовало бы развивать и аргументировать дальше но по какой-то причине многие за них не ухватились хотя постмодернизм постмодернистическая философия все-таки эти интуиции использовала и использует критики модерна в критике канта там например в критике рационализма в критике иногда науки и всего такого то есть в этом плане интуиции ниши все еще живут и явно они ну как бы взяты у ниши потому что огромное количество вот этих самых постмодернистов они буквально они точно читали ниши многие даже о нем отдельные книжки написали так что тут как бы тут как бы сомнений мало с другой стороны сам постмодернизм не является тоже очень сильным направлением с точки зрения аргументации важно об этом также помнить да я сам себя постмодернистом никогда не считал и считать не буду безусловно я здесь вообще как-то вне традиции себя определяю скорее ну и как-то так посмотрел и пишите на начало сейчас обсуждал в кипра ницше где сын говорит что-то там пророда и думаю что он придурок ну потому что рада это друг ницше они учитель позор позор чуваку а ты не заметил сайте а я не исследую биографию мне в принципе плевать кто там кому учитель кто-то кому не учитель соответственно кто кому друг не друг я считаю что биография абсолютно не важны при изучении философии вот у редкого философа биография оказывается нужна для того чтобы понимать о чем он писал нечто засчитываются все люди которые его понимают ведь которые его не понимают ничего с не зачитывается не брат берут цитаты и не естественно потому что весь низ что он по сути дела состоит из коротких раз который ты можешь вот просто берешь в пацанский паблик, берешь книги Нитши и просто раскладываешь туда и у тебя контент на 10 лет вперед, который всем будет нравиться. Почему? Потому что Нитши говорит очень умные вещи, емкие вещи, но они просто настолько хайповые, как рекламную слоганную серию. Когда ты долго смотришься, бездна-бездна начинает сматриваться в тебя. А вы читали большие высказывания Нитши? Я просто напоминаю, что значительная часть высказываний Нитши они как бы... Ну, давайте я возьму просто книжку Нитши. Давайте я просто возьму книжку Нитши. Давайте не будем особо гадать. Давайте просто возьмем книжку Нитши. Первую попавшуюся. Ну, конечно, первая попавшаяся по ту сторону добра и зла. Открываем. Вот. Вот целая страница. И вот. А до этого сколько? Ну и вот столько. Считайте две страницы. Считайте две страницы афоризм. Первый попавшийся открыл. открываем дальше опять столько же опять столько же даже больше до полторы полторы страницы полторы страницы афоризм полторы страницы афоризм открываем дальше целая страничка целая страничка целый гигантский абзац здесь в кавычках афоризм ну есть малыши конечно но эти малыши на пол страничке каждый на пол страничке каждый малыши а вот есть вот такие а вот есть вот такие да есть совсем малыши есть совсем малыши просто папа кто-то у них и есть достаточно просторные рассуждения на разные темы и в этом плане говорит что не что состоит из слоганов ну это просто неправильно и невозможно на самом деле более того все эти цитаты взгляды позиции ниши которые он доказывает так или иначе все равно можно взять и каким-нибудь образом ну как бы свести в большую единую целостную систему вот и в этом плане конечно тоже важно ниши понимать вообще я думаю все философы когда что-то делают они начинают черновиков до каких-то то есть по-хорошему для того чтобы ваше качество мысли росло вы должны так или иначе записывать свои мысли записывать свои мысли то есть скорее всего на каком-нибудь базовом уровне мысль каждого философа даже аналитического представляет собой собрание тех или иных идей как у ниша получается собрание тех или иных идей как у ниша которые ну собственно у которой вы просто записываете потом собираетесь обосновывать ниша получается да он это собрание сочинений и вот это вот собственно вот этот черновик получается, выкидывает, ну, прежде всего с филологическими правками, не с философскими. То есть какой-нибудь философ в духе Рассела, допустим, если бы он придерживался подобных идей, то есть он бы разбил бы все эти тезисы, все эти афоризмы разбил бы на тезисы, разбил бы их на доказательства, сгруппировал бы их таким образом, чтобы они друг другом были связаны, они там друг друга так или иначе, собственно, обосновывали. И в случае с Ницше далеко не все у него обосновано, хотя текста там много, есть какие-то попытки обоснования, иногда даже довольно серьезные, это первое. Во-вторых, почти все приходится структурировать самому. Это его очень сильно отличает от многих других философов, конечно же. Но в советское время этот статус поменяли, потому что туда добавили Ленина. И в результате сейчас, если вы идете по кругу здания, вы можете прочитать следующую фразу. Когда выстроишь дом, то понимаешь, что только дикторатура пролетариата способна освободить человечество от гнета капитала. Вот получается у тебя такое смешение с одной стороны Ленина, с другой стороны Фридрих и Ницше. И вот они соседствуют вместе. Ну видите, как это база. Не, на самом деле, просто это чуть ли не во всем мире база. По крайней мере, давайте так. Аналитическая философия, на мой взгляд, оказывает минимальное влияние на культуру. Минимальное влияние на культуру. То есть это, на самом деле, на мой взгляд, самый большой промах аналитической философии. Вот в этой всей идейной борьбе. То есть, честно говоря, среднестатистическому такому интеллектуалу, ну, по большей части, плевать на аналитическую философию, скорее всего. Как раз потому, что она не представлена в культуре и мало представлена в литературе как таковой. Она меньше интересна. При том, что континентальная философия, которая Ницше-Маркс, она очень хорошо представлена. Она вот просто пронизывает культуру. Весь этот постмодерн, Ницше-Маркс и вот это вот всё, оно вот здесь просто. Оно в песнях славы КПСС, оно там, я не знаю, оно просто вокруг нас. Не только слава КПСС, оно в литературе большой присутствует. Современной литературе 20 века. Вот это вот всё смешение, это просто база, и это база, ну, по всей Европе. Так-то. Как-то так. И опять же, парадоксально, что философы отказываются от Ницше, потому что Ницше, ну, философы академически имеется в виду, потому что Ницше это действительно сильнейший бренд. Это просто мощнейший бренд от философии. Это один из самых значимых философов для почти любого обывателя, как бы. Ницше, ну, прям, ну, прям, даже если он вам не нравится, да, если он вам даже не нравится, это Ницше проклятый. Ну, по факту, можно взять и всё-таки как-то его, ну, вплести в дискурс, попытаться, да. Это было бы очень с точки зрения пиара хорошо. Чем больше Ницше в ваших университетах, тем могло бы быть лучше. Но, на мой взгляд, к сожалению, вся вот эта вот философия, философское образование, оно скорее предназначено для того, чтобы, наверное, даже разочаровать поступающих. Поэтому большинство поступающих и разочаровываются в итоге в философии. Они приходят Ницше изучать или что-то похожее, а специалистов-то вот сто вот столько. И ты, на самом деле, когда смотришь на их жизни, на их работы, то ты, например, у Беркли можешь увидеть, что есть работы, которые они писали в 18 лет, работы, которые они пишут, не знаю, в 30, 40, 50 лет. И, на самом деле, они просто там обсуждают и развивают практически одну и ту же тему. А в этом плане Ницше сам о себе говорит, как бы, что он Дон-Дон-Жуан по знанию. То есть он что делает? Ну, не, по факту, неожиданно. Знаете, в чём проблема? Чтобы Ницше о себе не говорил, он всё равно развивает одно и то же учение на протяжении всей жизни. Начиная с рождения трагедии. Буквально начиная с рождения трагедии, Ницше погружается, так скажем, в дионисийский вот этот вот свой облик. То есть Ницше противопоставляет себя рационализму Аполлона, да, Аполлонийской культуры. Ницше себя ему противопоставляет. То есть он выступает против Аполлона. И всё больше и больше погружается в образ, собственно, Вакха, то есть Диониса. Всё более и более становится Дионисом. Его философия – это реализация дионисийства, по большей части. Оказывается, на протяжении всех её этапов значительных, вплоть до воли к власти. Так или иначе, все метания Ницше – это просто формирование вот этого дионисийского начала. Как-то так. Так вот, и когда этот ни кем не примеченный аристократ идёт по улице и видит забиваемую лошадь, он сходит с ума. Он, по-моему, её обнимает, у неё начинается приступ, истерика возвращается в свою гостиницу, где его потом только по косвенным признакам опознают и отправят в лечебницу. Грустно. Причём довольно забавно, когда христиане начинают непосредственно описывать, что Ницше свихнулся из-за своей философии. Любят? Любят ли люди, в общем-то, говорить, знаете, такие вещи, мол... А, ну всё, он с ума сошёл, ну, значит, ерунду, короче, нёс. Всё очевидно, всё очевидно, всё просто. Глупости, глупости говорил Ницше, Ницше – лох, как бы, да? Но при этом всём, при этом всём важно, наверное, отметить, важно, наверное, отметить, что Ницше действительно большую часть своей жизни был болен вполне так себе, да? То есть вообще неудивительно, что у него какие-то проблемы с психикой в итоге образовались. Но при этом всём это никаким образом не аннигилирует те идеи, которые он излагал, те идеи, которые были признаны некоторыми, в общем-то, людьми в сообществе, да, и философском, и, собственно, не только философском, вообще, в принципе, в большом культурном, таком сообществе. Ну, также Ницше вызвал колоссальный резонанс, колоссальный резонанс в обществе уже в 20 веке. Причём довольно забавно, что Ницше каким-то образом действительно смогли подписать под нацизм, ну, как бы, посмертно. Это вообще из разряда какой-то тотальной шизофрении, но даже здесь это как-то выглядит довольно забавно в каком-то смысле, потому что нету большего антинациста за всю историю и философию до нацистов, имеется в виду, да, чем Ницше. Ну, после Ницше найдутся, после Ницше найдутся. Ой, после, после нацизма, после того, как нацизм был побеждён, найдутся, конечно, больше антинацисты, чем Ницше. Но конкретно вот в эпоху до нацизма, серьёзно, ну кто? Кто у нас почти все люди? Ну, антисемит, почти все антисемиты. Ну, Достоевский антисемит, там писатель, каждый второй, каждый первый ярый антисемит. Кант антисемит, вроде бы. Здесь могу ошибаться. Либо Кант просто расист, либо он антисемит, я не помню. Более того, Ницше не коллективист. Ну, он антиколлективист, он антисоциалист в принципе. В философии Ницше, его мировоззрение Ницше, да, оно вообще в национал-социализм не ложится, ну, никаким боком. И даже понятие о сверхчеловеке, оно не такое, какие представления о лучших людях у нацистов. Начинает просто строчить вот эти безумные письма. Ещё играет на рояле, по-моему. То есть доносятся какие-то странные звуки музыки, а Ницше и музыка, это очень интересная тема. В общем, странные, чудные, сумасшедшие импровизации, сумасшедшие письма, ну и потом заключение на 11 лет в психушку. То есть Ницше это продукт русского мира. Кстати, Ницше, по-моему, я сейчас... Ведь философ-то это Фёдор Михайлович Достоевский, да? Ой, лол, ой-ой-ой-ой, начинается. Начинается, короче, чепуха. Ницше как продукт русского мира, господи, как Достоевский. Достоевский это анти-Ницше. Достоевский это анти-Ницше. И это Некрасов. С Локольникова с лошадью. И Некрасов это анти-Ницше. Не путайте причину со следствием. Да. В советское время же считали, что Достоевский взял у Ницше идею... А там всё наоборот. И наделил... Да никто ни у кого ничего не брал, лол. ...таскать, ею Роскольникова. При этом не... Ой, господи. Ой, господи. Я, честно говоря, полагаю, что здесь влияния совершенно другие. Ну да ладно. Это глупость несущественная. Когда выходит преступление и наказание, Ницше ещё даже не пишет свою первую работу... Зарождение трагедии. И потом сам же в письмах Ницше говорит, что для меня единственный, говорит он, великий психолог и философ от литературы, это Достоевский. Смотри, насколько интересная классная штука-то получается. Потому что если мы говорим про Фёдора Михайловича Достоевского, то весь... Да, но мало ли что, там Ницше один раз написал свои книжки. У него есть несколько отзывов о Достоевском, но это почти ничего не значит. Ну представьте, я сейчас возьму и напишу, там, я не знаю, я прочитаю какую-нибудь Гёссу и скажу, о, Гёсса гений, там, да. И вдруг когда-нибудь какие-нибудь мои последователи в будущем отыщут вот это высказывание в интернете где-нибудь или в моей книжке, что Гёсса гений. И найдут в игре бисер Гёсса какие-то элементы, собственно, ортодексологии моей, моего учения, да. Но моё учение было составлено задолго до того, как я Гёссу прочитал при этом всём. Ну, хрен его знает. Более того, важно понимать, что Раскольников не является сверхчеловеком по Ницше вообще. В принципе не является, вообще не является. Корреляции между Раскольниковым и сверхчеловеком нулевые. Ну, по крайней мере, потому что, по крайней мере, потому что сверхчеловек, если бы он и вдруг принялся убивать старушку, он бы до конца пошёл, скорее всего. Наиболее яркие корреляции между сверхчеловеком и, соответственно, какими-нибудь литературными персонажами, это сверхчеловек и романтики. Помните те самые романтики, которые какую-нибудь хуйню у себя в голове придумывают? Хуйню у себя в голове какую-то придумывают? Там, не знаю, романтическую, там надо за кого-то воевать, надо за кого-то убивать, надо что-то там делать крутое, надо там покончить жизнью ради женщины, там, или ещё что-то. Пойти защитить Грецию какую-нибудь неожиданную. То есть ты живёшь в какой-нибудь Англии, а тебя вдруг жопа приспичила, жопа горит, тебе Грецию защитить хочется, вот, понимаете, от несправедливости. И они направляются туда, и там убивают и умирают, соответственно. Вот это вот романтическое поведение, оно отчасти близко к, собственно, сверхчеловеку Ницше. И в каком-то смысле у романтиков-то частично снята мораль. Сверхчеловек не равно, шизофреник. Но я просто хочу заметить, что, ну, наибольшая какая-то литературная корреляция, это корреляция с романтиками. Потому что как раз романтики, они умели ставить себе какие-нибудь ебанутые абсолютно цели. Плюс-минус были связаны с творчеством, творением. Плюс-минус большинство романтиков, ну, относительно христианской морали, были аморальными хуесосами. Ну, как бы, давайте по факту, да, были аморальными хуесосами. Спали там со своими сёстрами, матерьми, с мужиками другими там спали, ещё какую-нибудь хуйню делали. Тут как бы, понимаете, романтик это недосверчал век Ницше. Раскольников? Нет. Раскольников не создаёт себе новую мораль, во-первых. Во-вторых, у Раскольникова достижений нету никаких в мысли, в искусстве, ни в чём. Он просто обычный умственно неполноценный дегенерат, простите, да, со своими внутренними мучениями. Чувак немножко зазнался просто. И не смог выдержать своего зазнайства, это важно. То есть, да, Раскольников подумал, что ух, я сильный, и сейчас я всё сделаю, и не сделал, и всосал. Как и многие люди. То есть это не сверхчеловек понише, и даже близко не это, даже близко не то. Сравнение, вообще, в принципе, сравнивать Раскольникова и сверхчеловека, ноп, сразу нет. Это нет, это разные образы, они возникли у авторов по разным причинам. Может быть, Раскольников это некий гротесный образ, может быть, адресованный не Ницше, но Штирнеру может быть. Да, Штирнер всё же пораньше был, может быть, Штирнеру, а может быть и нет. Мы, на самом деле, до конца здесь не знаем, кому он был адресован. Но уж точно не Ницше, да, то есть влияние Ницше на Достоевского маловероятно, там по эпохам немножко не сходится. Но и влияние Достоевского на Ницше не следует преувеличивать, по крайней мере, потому что, ну, если мы видим Раскольникова и видим Ницше, ну, нет. Я даже более того сказал бы, может быть, образ сверхчеловека в большей степени формируется из образа античных философов в том числе, может быть. Да, здесь тоже есть какая-то сила, потому что, опять же, античные философы, люди, создающие собственные смыслы, собственную мораль, рискующие своей жизнью, вовремя умирающие. Там кто-то от смеха умер, кто-то в вулкан прыгнул, кто-то ещё что-то интересное, классное сделал, да, там целая мифология про суперлюдей. Потому что, ну, на самом деле, кто ещё прообраз? Кто ещё прообраз? Какие-нибудь рыцари, может быть, какие-нибудь герои античные, которые жертвовали своей жизнью, ахиллецы, которые пришли. Эй, Гектор, сука, уходи, уходи, давай, сейчас будем драться. Ебать тебя будем, уходи. Гектор такой, лэ, лэ, блядь, сейчас я тебе пизды, сука, в ебу, блядь, пидорас, нахуй. Да я, блядь, пидорас, ты, блядь, моего, блядь, пацана убил, я этого пацана любил, сука, всем сердцем, блядь, на, нахуй, на. И потом покатил его, соответственно. Да, пересказ Релиады был идеальным просто, лучший пересказ Релиады за всю историю человечества. Потом покатил его на своей колеснице, ну, собственно, его тельце, вот таким вот образом. Вот-вот вам как бы тоже такой своеобразный прообраз сверхчеловека. Но все же античный герой, он сверхчеловек, но не до конца, потому что он не создает сам свою мораль, в отличие от сверхчеловека Ницше. Да, то есть это все еще не до сверхчеловека. Но образ плюс-минус, ну, вот коррелирующий хоть как-то. Маркиз Десад, может быть, кстати, приближен тоже к этому образу. Здесь бы можно у Ницше было бы спросить, но Маркиз Десад, наверное, приближен к образу такого сверхчеловека, действительно. Вот такие образы следует собирать. А образ Достоевского, ну, Достоевского, которого он нам преподносит в виде Раскольникова. Раскольников это обычный человечек, зазнавшийся. Зазнавшийся, все, он такой, ну, все, убил, убил и убил, печально. Ну, как бы не просто убил и убил, он сказал, он убил, начал там, не знаю, мучиться, раскаиваться, еще какая-то херня там начала происходить. Ему там Соня Мармеладова еще на голову накапала, там еще какая-то хуйня, раскаяние там, вся эта чепуха. Ну, ну, это не по-сверхчеловечески, во-первых, во-вторых, сверхчеловек не всегда аморал, важно заметить. Вот. Он не всегда обязан быть аморалом в этом плане, но все-таки. Там вообще очень странная связь. Подождите, подождите, ребята, посмотрите, что получается, что если Ницше знаком с Достоевским, понятное дело, а мы знаем, что очень часто образы литературы влияют на наше непосредственное восприятие действительности. Возьми образ князя Мышкина и идиота. А тут я задаю вопрос. Вот тот случай... А почему здесь Достоевский? Господи, сколько романтиков было до Ницше, сколько, собственно, Штирнер был до Ницше, еще много кто был до Ницше. И Ницше, собственно, филолог, который много кого читал. Почему Достоевский? Почему сразу Достоевский? Вот русские филологи... Ницше читал Достоевского, все, спиздил идеи все, блядь, вот это да, Достоевский гений, все дела. Только проблема, опять же, заключается в том, что, ну, Достоевский, это противоположность Ницше сам по себе, и Достоевский, собственно, в своих произведениях делает такие уроки и доказательства, которые противоположны идеям Ницше. То есть, и Ницше не зря пишет, что, да, ему нравится Достоевский как психолог, но при этом всем Ницше так плохо никого не переваривает, как Достоевского. Там, знаете, там что-то... там что-то такое вот высказывание было. То есть, он считает Достоевского гениальным психологом, но при этом от философии Достоевского, от взгляда на мир Достоевского, у Ницше там то ли не сварение. Я не помню, как он это сформулировал. То есть, здесь важно все же понять, что Ницше уважал Достоевского, да, читал Достоевского и уважал Достоевского как литератора и как психолога, но как философа скорее нет. Ницше четко осознает, что Достоевский его оппонент на самом деле. Практически во всем его оппонент даже на самом деле. Ну да ладно. Я, честно говоря, не думаю, что Ницше складывал свою философию в стиле быть анти-Достоевским. О, Достоевский написал про Раскольникова, а сейчас я напишу книжку, в которой персонаж Раскольникова будет, ну, возвеличен и вот создан как таким, знаете, суперперсонажем, типа, да, сделан, как образец для поведения будет взять. Нет, это не так. Это просто не так. Ну, как бы... Вообще идеи всевозможные, которые сверхчеловеку ссылают, ссылают нас они с самых старых произведений Ницше, они присутствуют. Опять же, то же самое Дионис, Дионисийское начало и все вот это вот. Здесь, в принципе, уже тоже можно такие, знаете, пометочки к будущему сверхчеловеку отыскать. В человеческом, слишком человеческом, книга для свободных умов вроде бы называется. Вот «Свободные умы» это тоже уже такой, знаете, эскиз будущего сверхчеловека. Если вы хотите набрать полный спектр свой сверхчеловека, вы можете просто пройтись по старым произведениям Ницше, где он ничего слова сверхчеловек не использует. И просто пособирать материалы, да, вот тех, тот образ человека, который Ницше считает достойным. Там все эти качества, они друг другу не противоречат. И, скорее всего, сверхчеловек, он где-то там вообще на вершине может находиться всего этого, да. То есть, такой, такая кульминация образа того, чего вообще человек может достигнуть в глазах Ницше. Он к этому подходит постепенно, и вот. При том, что уже даже свободные умы Ницше говорит, что в нашей эпохе, даже он сам не является свободным умом до конца, да. И в нашей эпохе таких людей либо нет, либо практически нет. Но потом они будут, потом они придут, свободные умы. То же самое он говорит о сверхлюдях, важно заметить. Поэтому, кстати, образ сверхчеловека и свободного ума я очень часто отождествляю, ну, так или иначе. В случае, который там очень много похожих свойств. Вы вспомните, первая работа его, он еще, кажется, студент, «Рождение трагедии из духа музыки». Ведь он там делает одно из величайших открытий в истории античной культуры. Ведь он, прежде всего, не философ, он филолог-классик. Он делает революцию, он разрушает классическую философию немецкую и создает философию художника. Может быть, так можно сказать, что Ницше создает философию художника. Потому что одной из категорий Ницше философии является как раз творчество. Кстати, потом всю эту хуйню с творчеством обыграет, собственно, делез в определении философии. Философия как творчество концептов. Тоже здесь, знаете, такая генеалогия. Философ. А вот посмотрите, что же... Это не он делает. Так вот, относительно творчества, относительно творчества. Ведь по факту-то, по факту Ницше действительно возлагает на категорию творчества очень большую, собственно... Большой акцент делает на него. Это так и есть. То есть, кто такой, собственно, сверхчеловек? Ну, вообще, кто такой? Что мы должны делать? Мы должны разбивать скрижали. Что делает художник, художник, творец, создатель, разрушает скрижали сначала, освобождает площадку для творчества, да? То есть, первое, что мы делаем, мы разрушаем, превозмогаем, превосходим. Проходим по канату, да? Получается так своеобразно. Разбиваем скрижали. И на место этих скрижалей кладём новые. Мы не просто разбиваем их скрижали, мы не критики. Мы не критики. Мы критикуем по-творчески. Мы критикуем, чтобы создать. Да, это творческий подход вполне. В принципе, наверное, вот эту черту я в себе не изжил до сих пор. В этом плане я все еще, наверное, не тшанец. То есть, в этом плане я крайне продуктивно подхожу к философии. Я подхожу к ней как к творчеству концептов на самом деле. И самым важным, я считаю, не столько аргументацию, сколько само творчество концептов. Потому что концепции нам нужны. Мы должны смотреть на эти концепции. Мы должны смотреть, как они работают. Мы должны смотреть на то, что они делают, эти концепции. Во что эти концепции, собственно, дальше превращаются. Как быстро они зайдут в тупик, например. Или как во взаимодействии эти концепции породят что-то интересное, новое. Или как во взаимодействии и взаимной критике они будут развиваться дальше все вместе. Чем больше концепций, на мой взгляд, тем, в принципе, лучше. И чем лучше мы их развиваем, тем тоже, соответственно, лучше. И в этом плане, да, я здесь тоже наследую некоторое такое вот устремление к творчеству философскому. И к плюрализму, соответственно, и к плюрализму, соответственно. Как-то так. Извечная борьба между рациональным, светлым, аполлоническим началом и экстатическим, безумным, дионисийским. Потому что дионисийское начало, здесь надо пояснить, предполагает экстатику. Предполагает не разум. Предполагает как бы взрыв вот этих твоих внутренних демонов, которые... Это же всегда, отец, смотри, это всегда история столкновения двух движений, да, исходящей из рациональности. Мы берем просвещение, вслед за ним идет романтизм. Вот это вот термин... В этом плане, мне кажется, что многим философам на протяжении огромного количества времени не хватало достаточного уровня рефлексии для того, чтобы выйти за пределы философии, которая по преимуществу была рациональной. Хотя выход уже ознаменовался до Ницше, на самом деле. Это и Шопенгауэр, это и какой-нибудь Штирнир. И романтики, кстати, тоже. То есть философия переместилась за пределы рационального дискурса. И когда она переместилась за пределы рационального дискурса, стало видно, что основной функцией философии является творчество концептов. Ну, давайте так. Большинство около философов, они не вышли за пределы, в общем-то, вот этого рационального дискурса. Вот не вышли. То есть они остались внутри рационального дискурса, но они думают, что философия – это только рациональный дискурс. Они игнорируют Ницше, они игнорируют постмодернизм, они игнорируют большую часть значительной континентальной философии, они игнорируют большую часть греческой философии. Там похуй, похуй на всяких неплатоников и неперипатетиков и нестойков. Другой философии для них по сути-то и не было. Ну там кеники, ну да, г-г-г, там диаген в бочке сидел, дрочил на площади, г-г-г, как смешно. Ну для большинства людей это как бы вот так вот воспринимается внутри философского сообщества. И это категорически печально, конечно. Но когда мы выходим за пределы, собственно, вот такой рационалистической парадигмы, смотрим на всю философию в полной её красоте и в полной её многообразии, мы сразу же можем отметить, что да, это творчество концептов. Здесь творятся концепты, это кузница идей. Вот то, что мы можем, да, так образно обозначить под философией. Это то место, где создаются новые идеи. Ну я ещё это обозначаю, называю продуктивным мышлением. Потому что мне не хочется выносить философию за пределы мысли. То есть я делаю ещё один шаг вперёд, когда говорю, что философия это продуктивное мышление, я автоматически помещаю, приветствую человек, её внутрь каждого отдельного человека с их продуктивными способностями. У нас у людей есть разные способности, допустим, условно мы их можем выделить. Есть способности продуктивные, есть репродуктивные. Есть продуктивное воображение, есть репродуктивное воображение, есть продуктивная и репродуктивная память в данном случае, мы можем их так поделить. Есть даже продуктивное и репродуктивное восприятие. Есть мышление, репродуктивное и продуктивное. Философия это продуктивное мышление. То есть, вот это вот кузница идей, но не где-то там абстрактно, да, обитающая вот между нами людьми, а у каждого в головах отдельно. Ну, у каждого, кто может обратиться к продуктивному мышлению и создавать новые концепты, конечно. Вот. Вот такая генеалогия Шадова, во-первых, да, во-вторых, генеалогия, ну, собственно, такого вот становления понимания философии, особенно в эпоху после Нового Времени, потому что Новое Время, ну, очень рационалистично. Даже так называемые, даже так называемые эмпирики, на самом деле, те еще рационалисты, если мерить по, собственно, категориям того, что мы могли назвать рационализмом или эмпиризмом, ну, прошлого, имеется в виду Греция, Средние века, да, вот если мерить по этим рамкам, то новоевропейские рационалисты и новоевропейские эмпирики, эмпиристы, точнее, да, ну, это, собственно, кто? Ну, это, они, они, обе группы, они достаточно рационалистичны, и обе не то, чтобы против опыта, на самом деле, то есть они очень похожи отчасти. То есть у этих двух групп очень много схожего, похожего. Это вам не Древняя Греция, где очень странные разные школы могли существовать вместе и критиковать друг друга. Да. При этом он кого одним из своих вдохновителей будет считать? Ницше же почему интересен? Он берет, он знает Канта. Кто-то потом скажет, его рождение трагедии из духа музыки, это вот некая вариация, вот есть Кант с его рациональностью, а есть Ницше, который говорит. Я критикую? Ну, вообще вопрос в том, насколько Ницше вообще знает Канта, он открыт, на мой взгляд, потому что критика Канта от Ницше. Как бы я не любил Ницше, как бы мне не был противен Канту, да, в целом, ну, вы знаете, что я к Канту не очень хорошо отношусь, ввиду того, что, на мой взгляд, это просто некоторое неохристианство такое, обновление христианского дискурса. Так вот, несмотря на всё это, несмотря на всё это, я бы всё-таки отметил, что у Ницше очень много проблем с восприятием Канта, и это, на самом деле, нормально, Ницше всё же философ, он не философ, а вет, так скажем, да, Ницше не является специалистом по Канту. Ницше является мыслителем, который Канта критикует, и это нормально, да, то, что иногда его критика бьёт очень сильно мимо. Мы можем просто взять и сказать, вот эти критические пассажи против Канта у Ницше мы можем просто игнорировать некоторые. Некоторые можем, некоторые не можем, соответственно, да, вот так вот взять и всё это распределить. Вообще неудивительно, что во многих случаях мы просто можем взять и сказать, ну, критика этого человека против вот этого человека была неправильной. Например, критика Поппера в адрес, соответственно, Гегеля была неправильной, потому что Поппер не понимал Гегеля. Там действительно есть предпосылки для непонимания Гегеля. Вот, правда, мы не всегда можем так сказать, конечно. Но всё же такое очень часто бывает в философии, когда большие философы не понимают своих оппонентов, даже давно умерших оппонентов, которые входят там в классический корпус для изучения, да, например, Гегеля. Ну, то есть, ну, вот не понимал человек Гегеля. Нормально, я тоже не тот, чтобы, знаете, большой фанат Гегеля, чтобы его прям сильно понимать. А у меня есть некоторые какие-то аргументы против Гегеля, но всё-таки... Я бы не сказал, что я являюсь знатоком Гегеля, никогда не являлся. Читал, наслышан, уважаю Гегеля. Но знатоком не являюсь. Когда пытается описать вообще всю... Подожди, ты сразу перескочил... Подожди, это про история. Ты перескочил сразу в постмодернизм. А я хочу сказать, чтобы давайте последовательно. Ведь Ницше и его философия, о которой мы сейчас так много говорим, да, с ссылками на труды и так далее, он ведь определил все основные философские течения 20 века. Давай... Пиздёж. Вот это пиздёж. Вот это прям яркий пиздёж. Аналитическую философ... Вот вообще, всё крыло аналитической философии, практически, за редкими исключениями, Ницше не предопределил. Всё-таки. Будем честны. Есть отдельные направления марксизма там, кантианства и всего остального, да, что Ницше тоже не предопределил. Тоже будем честны. Также, навскидку, может быть, ещё обнаружится несколько направлений, которые Ницше не предопределил. Так называемая философия жизни предопределена отчасти Ницше, да, там Бергсоны всякие, Шпенглеры и так далее. Да, да, предопределил, безусловно. Экзистенциализм отчасти предопределён Ницше. Это тоже правда. Да, Жарина всё-таки открыл рот и сразу обосрался. Это да! Это правда. Вот как бы человек только рот открыл и сразу сказал хуйню. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Из важного. Есть такой, Вань. Так вот. Всё же Ницше не всё предопределил. Многое, но не всё, но не всё. Постмодернизм предопределил. Структуралистов, постструктуралистов. Да, предопределил. Особенно постструктурализм как таковое. Когда он уже стал постструктурализмом. Хайдеггера предопределил. Вот Гуссерля нет скорее. Я не знаю, насколько Гуссель был знаком с Ницше. На Ницше и на его идею. Ты упомянул Серебряный век. Хотя изначально здесь тоже важный очень момент. Ницше-то во всех этих моментах, он же романтик. Ну то есть где был бы Ницше без немецкого романтизма? Конечно. Ну вот здесь как раз параллели Ницше и романтики. Вообще в принципе смотрите. Гегель. Центральная фигура здесь. Гегель. 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 Появляется Шопенгаур. И появляются романтики. И Шопенгаур и романтики против Гегеля. Против Гегеля. Против рационализма. И рационализм появляется. Да, и рационализм. Тенденции в философии, которые противоречат рационализму. Романтические тенденции, которые и в философии романтизма возникают. И одновременно с этим не только в философию, но и в искусство выходят тоже романтические тенденции. И не только в искусство, но и в жизнь конкретных романтиков вообще-то. То есть, многие в кавычках романтические герои, это, ну, сами романтики нередко пытались повторить жизнь своих романтических героев, ну, или даже не своих, ну, короче, пытались воплотить жизнь идеал романтика, так скажем. И в этом плане здесь действительно есть очень много того, что, в принципе, коррелирует с нишей. А там и Вагнер рядом, Вагнер тоже тут же подходит, Вагнер тот еще романтик-то, на самом деле, у него много романтических черт в творчестве, я не знаю, кстати, считается ли Вагнер романтиком в музыке, я вот точно не знаю, но романтические черты у него точно есть, эти отсылки в прошлое постоянно, эпос, возвеличивание, там вот здесь Дигфрид, герой, немецкие сказки вот эти вот. Немецкие вот этот эпос весь прекрасный, замечательный, все это такое мощное, возвеличивающее, такое вот возвышающее. Ну, Ницше здесь рядом просто постоянно ходит, действительно, и в этом плане Ницше как романтик, блин, по крайней мере, человек, на которого романтики оказали влияние, причем важно заметить, романтики, может быть, даже не столько как творцы, а сколько как философы оказали влияние, да, они сильны, влияние романтиков. Романтизма как философия. Вот. Не было бы никакого Ницше без немецкого романтизма. Конечно, романтическая эстетика на него оказала ключевое влияние своего влияния. Ну, нет, Мэсти, это не совсем притянуто за уши, просто фишка заключается в том, что здесь и Шопенгаур близко ходит к романтикам, на самом деле, в своем сопротивлении Гегелю. А Гегель, ну, Гегель, это предел рационализма, в общем, чтобы вы понимали, кто такой Гегель, это суперрационалист своего времени, это человек, который создал самую большую, самую сложную, самую мощную рациональную систему в мире, буквально на тот момент. Это кульминация рационализма. Это самый топовый рационалист, который, в принципе, по его же собственному мнению, закончил философию. Нет, они не утверждают, что романтики создали Ницше. Ну, это генеалогически, генеалогически без романтиков Ницше бы, скорее всего, не было, я с ними согласен. Без Шопенгаура не было бы Ницше, без Вагнера, возможно, не было бы Ницше, как мыслителя, такого, какой он есть, и так далее, так далее, так далее. Генеалогия здесь есть, понимаете, Мэсти. Скорее всего, это правда. Это как без Платона не было бы Аристотеля, без Платона не было бы Рассела, скорее всего, с очень большой вероятностью, да, так и, собственно, без романтиков в этом генеалогической этой всей вот этой ветке не было бы и Ницше. Вот. Без Шопенгаура Ницше бы точно не было. Но при этом всём Ницше действительно общается с людьми, которым свойственны романтические идеи. И заимствует у них огромное количество разных образов. И сам Ницше заимствует ряд черт, соответственно, всяких романтических героев. И Ницше постоянно ссылается на персонажа в тех или иных мифах, и его сверхчеловек это, скорее, мифологическая персона. В программе «Виток» говорить о Ницше. Прежде всего, это человек, который рождён античностью. Мы начали с того, что он философ-классик. И он там уже вводит понятие дионисийского и апполонического. Ещё и Вагнер. Минуточку. Второе. Он, помимо того, что тащит эту традицию античности, а его знание античности признаёт, например, Лосев, один из величайших знатоков античного мира. И он, будучи молодым ещё, как я сказать, гимназистом, зачитывается Ницше и очарован его идеей дионисийского и апполонического начала. Просто очарован. А потом мы знаем, что Лосев – это одна из самых ярких величин вообще познания античности в 20 веке. Значит… Ну, хрен знает. В России и то может быть. Это совсем древняя глубокая седина и так далее. Второе. Он романтик. Значит, это уже 19 век, и он продолжает. Вот виток. Вот его история. Ну, а здесь Ницше не романтик всё же. Прямо говорить, что Ницше романтик нельзя. Евгений Викторович, как всегда, сказал хуйню. Что бы он ни говорил, всегда получается хуйня. Слава богу, почти весь выпуск он молчит. Историческое существование. Он продолжает вот это дионисийское романтическое начало. Третье. Оказывается, он лежит в основе того, что мы называем психон... Так. Убагировал он. Да, блядь, Скайрайдер Ницше кого угодно. Возвеличивает, возвышает, включая самого себя. Включая там персонажей, которые были там в прошлом. Описывает каких-нибудь там сверхлюдей или не сверхлюдей. И будущего, кстати, иногда тоже персонажей возвеличивает. Очень романтически. И описывает свойства сверхчеловека такими, какие должны быть свойственны, собственно. Или были свойственны вот этим мифологическим всяким персонажам. Тоже важно заметить. Вот как водоргизм. Подожди, подожди. И не случайно, я продолжу. И не случайно город Базен. Дальше. В котором многих... Это вообще особый город. О нем можно роман написать. Почему в этом месте происходит такое сочетание разных векторов 20 века. Культуры 20. Может быть, когда-нибудь, собственно, Николай Жаринов поймет, что его дед с ума сошел и отдаст его уже в дурку, блядь. И перестанет выпускать его в прямые эфиры. Не, ну просто серьезно, это уже как бы, ну... Ну, блин. Ну, просто серьезно. Николай Жаринов, я к нему более-менее еще сдержанно отношусь. Да, он литература дрочер. Он литература дрочер. Я не люблю филологов. И литература дрочерства я тоже не люблю. Но при этом всем... При этом... Сука, Жаринов, нахуй, зачем? Жаринов, нахуя? Жаринов, что ты сделал? Блядь! Зачем? Блядь, тебя повалили. Жаринов, нахуя ты это сделал? Евгений Викторович, ну, блядь! Евгений, ну, нахуй! Я ж пошутил, ну, блядь! Ну, что ж сразу, блядь, ронять-то, нахуй? Ну, что ж за хуйня? Как это было некультурно вообще с вашей стороны? Охуеть просто, охуеть, блядь! Да, блядь, стул хуёвый на самом деле. Стул хуёвый, если садишься вот на переднюю часть, а он проскальзывает. Стул плохо сделали. Ну, просто реально стул плохо сделали. У него... Ну, в общем, вот так посередине стоит, а должно стоять здесь. Он как бы вот палочка, которая втыкается, она прям в центре стоит. Если ты садишься на край, она может тебя перевесить, поедешь назад. Определяет собой... Так вот, к Николаю Жаринову я отношусь довольно хорошо, плюс-минус. Да, несмотря на то, что он литература дрочер. Вот, но при этом всё, при этом всё, ну, батя у него, ну, просто ужасен, отвратителен. То есть при всём... При всех возможных данных, да, я могу себе представить диалог с Николаем Жариновым. То есть он, может быть, что-то мне даже и докажет. Но он, по крайней мере, понимает, как доказывать, в отличие от своего, собственно, отца. Когда ты стал говорить о... О Жариного, у которого Николая уважают, с ним диалог, в принципе, возможен. С Евгением Викторовичем Жариновым диалог невозможен, в принципе, к сожалению. Я не очень люблю людей, с которыми диалог невозможен. Ну, там, например, там, с Василом невозможен, с Лемоном невозможен, с Маргиналом невозможен, с Евгением Викторовичем Жариновым невозможен диалог. Ну, что люди слишком фанатичные в рамках своих идей и очень, очень бережно хранят свой драгоценный статус, так скажем, что готовы, скорее, обосрать полностью штаны и съесть это говно, нежели, собственно, нормально дискутировать, к сожалению. А какое отношение имеет философия Владимира Соловьева к Альбегойской ереси? И он говорит, прямое. Но если Владимир Соловьев, в общем-то, поклонник, с одной стороны, Ницше, а с другой стороны, Альбегойской ереси... Так стоп, Соловьев же критиковал Ницше. Да и Лосев, скорее всего, критиковал Ницше. Опять же, говорить, что кто-то поклонник Ницше, это, наверное, очень поспешно. Ну, потому что, опять же, мы говорим о каких-то там христианах, о колохристианах или чего-то похожем, да, то есть о атеистах, которые читали Ницше и некоторые, которые более-менее его уважали, прям, что поклонники, ну, громко сказано, громко. «В истории философии на Ницше заканчивается традиция философская». «Почему у тебя он так круто воспринялся?» «Еще раз». «В истории философии на Ницше заканчивается традиция философская». Какая? Что? Ой, блядь. Ну, старший Жаренов явно хуже всех, да. Любое, любое слово, которое говорит старший Жаренов, это просто кринж. Джорно пишет, по-моему, на Ницше новая традиция начинается, и даже, скорее всего, не одна. Это во-первых. Во-вторых, что считать концом философии? В каком-то смысле Гегель говорил, что на нём философия заканчивается, и в каком-то смысле она на нём действительно закончилась. Несмотря на то, как мы философию воспринимаем, какое определение даём. Если мы говорим про системную философию, философия может быть действительно закончилась где-то там, на Гегель, Ницше, может быть, Гартман из XX века. То есть, тоже такой полноценный системный философ. Вот как-то вот где-то вот там может быть. Если мы имеем в виду подфилософии, как я, большие системы философские. Но в XX веке были несколько системных философов. То есть, даже не Ницше их заканчивает в данном случае. Просто в XX веке количество системных философов, у которых своя система есть полноценная, да, их стало в разы меньше по отношению к тем философам, которые, ну, собственно, не делали системы. Мы смотрели Джон Дойя, мы комментировали, конечно, это уже, ну... И в этом плане, кстати, опять же, Николай Жаринов, то есть сын Евгения Жаринова, поражает тем, что он действительно сопротивляется своему отцу, критикует его, даёт ему, ну, собственно... Да всё, Джон, ну всё, уже доболтали. Уже доболтали. Принцип деконструктивизма, взят у Ницше, мы о нём только сегодня и говорили. Он разрушает все основные принципы, идеи христианства, идеи рациональности с его дионистическим началом и так далее. Далее, он говорит о том, что мир — это текст, это вообще идея постструктурализма. И весь постмодернизм создаётся, по сути дела же, лингвистами. Да, да, и Твой Викенштейн сюда вписывается и так далее. Философия языка, да. Постмодернизм, Викенштейн, блядь, философия, сука, языка. Мэх. Мэх, блядь, за что? Ну, вообще следует заметить, что и в рамках континентальной традиции, и в рамках, собственно, аналитической были свои исследования языка. То есть, да, и там, и там была философия языка, просто это были разные философии языка, которые произрастали из разных, в общем-то, источников. Ну, просто, да, для понимания. То есть, да, вроде бы и там, и там философия языка, но связка между ними не так уж и очевидна и прозрачна. Ну, ладно.